На тот период, который у нас сложился, на очень короткий период нашей подготовки к Кубку, к чемпионату, я считаю, что мы достойно выглядеть против такой сильной команды, как Арсенал. Я доволен своими футболистами, самоотдачей, терпением. Понятно, что еще не все получалось. В первом тайме надо было все-таки использовать свой момент, который мы создали. Пенальти назначены сегодня 11-митровые. Значит, наверное, так и надо было. То есть я еще раз говорю. Некоторые футболисты у нас провели буквально две тренировки только с командой. Мы собираем эту команду по часам и минутам. Поэтому я думаю, что с тем, как мы будем работать, через такие игры набирать, в чемпионате мы будем уже более достойно выглядеть. Есть еще три дня сейчас на подготовку к календарю, в чемпионате. Поэтому я думаю, мы на правильном пути. Пожалуйста, вопрос есть. Скажите, пожалуйста, что вы собираетесь, если будет физическая подготовка команды? Чемпионате, какие-то возможные сборы? Поки же команда бы совсем разбалансовано выглядают. Понимаете, я работаю здесь всего лишь, я говорю, меньше недели. Футболисты съезжаются, буквально день-два мы собираем. Никаких сборов не будет. Мы сейчас отыграем три дня до 26-го, потом будет недельный цикл. Будем за счет этих тренировочных занятий набирать, набирать этих группы. Я не скажу, что команда разбалансов. Они не понимают друг друга. Мы вытерпим арсенал. Во всяком случае судороги нас не сводили. Мы в более-менее нормальном состоянии. Но, понятно, до идеального состояния, до идеальной игры еще очень далеко. Время. Нужно просто время. Никаких сборов мы проводить не будем. Будем в недельном режиме готовиться к каждой игре. Я так понимаю, это еще не полный состав команды? Абсолютно не полный. Сегодня к нам приезжают, мы забираем сейчас отсюда еще двух игроков. Селекция будет вестись до конца закрытия трансформового окна. Нам надо усиляться, надо меня из некоторой позиции укреплять. К сожалению, я же еще раз вижу. А узнаваемые имена, как Жертюк, Галичук, кто-то будет с узнаваемым? Конечно, будет. Поверьте мне, мы сейчас активно работаем на трансферном рынке. И у нас есть все условия, чтобы мы приглашали действительно хороших полистов, руководств, мы подделаем все для того, чтобы команда существовала в отличных условиях. Поэтому к нам едут вот такие шутавалет, ворчу, вжавчу, вжавчу. Много. Я же еще и буду, будут. Игнаем будут приобретены. Но вы единственный клуб в Украине, который собирает с миру помидорами, допустим, болельщики будут содержать клуб. Ну, вы знаете, это лучше, конечно, задать уже руководителям вопрос. Мое дело сейчас собрать команду, наиграть ее. Достойно в этом случае выдержать первый час чемпионата. Те трудности, которые нас варились. Но это моя задача, и команда их преодолевает. Команда функционирует, я же ее финансируется в нормальном объеме. Почему к нам на это и люди едут? Мы верим нашему руководству, он у нас заверил, что все будет на высшем уровне. Пока оно так и есть. Поэтому я думаю, что в любом случае первый час чемпионата мы достойно проведем. А там будет три месяца, там будут сборы, там будет окомплектация. Я думаю, что еще и вторую часть мы проведем вообще на отличном. А в каком состоянии стадион в Ровно? Много стадиона сейчас ремонтируется, причем быстрыми темпами. Приводится в порядок раздевалки, под трибуны, помещения, поле. Вы понимаете, я все сделал. Разрушить команду в 2010 году, это было легко. А вот создать все на ровном месте, это очень-очень трудно. У меня же поверьте, руководство там сейчас, я не знаю, может они спят когда-нибудь. Я может не спят уже. Но стараются все в команде, их стадиону, то есть там в форсировании темпа. Они все отремонтируются, все приводится в порядок. А какая задача перед клубом стоит? Зача стоит одна, только за пролетовым чемпионатом выйти в первую игру. За год. Поэтому я не хочу сказать. Но, я думаю, вполне решаю. Коллеги, есть еще вопросы? Спасибо. Все, спасибо. Спасибо.